Шадринский сквер Победы – одно из мест для отдыха и прогулок горожан. Сейчас здесь завершается основной этап масштабной реконструкции. Сквер Победы сейчас можно смело назвать единой пешеходной зоной. Здесь заменили тротуарную плитку и установили новые бордюры. В ближайшее время в сквере появятся урны и скамейки, а также вазоны и топиарные фигуры. Жители города положительно отзываются о преображении сквера. Замечательно, чисто, красиво стало. Стало побольше места, стало очень уютнее, намного уютнее, чем было. Мне очень нравится, я здесь живу, в этом районе, и при том, все сделали очень хорошо. Деревья, главное, высадили очень грамотно. И новые растения, так за ними ухаживают, поливают, все. Сама плитка, в общем-то, ровно, все. И со временем это вот деревья вырастут, и все будет отлично. Взамен старым деревьям здесь высажены липы, голубые и обыкновенные ели, кусты сирени и другие кустарники. Старые клёны сквера находились в аварийном состоянии и представляли опасность для людей. Также в сквере пройдет обновление газонов с многолетней травой и обустройство цветников. Горожане поделились с нами и своими ожиданиями от полностью преображенной территории. Осенью сейчас уже не сильно гласто радует, но я думаю, весной посадят цветочки, будет красота. Статуи какую-нибудь. Да, статуи какие-нибудь. Ну да, вот того же лебеди, например, из камня. Может, это и сложно, но хотя бы уже будут отвлекаться на это смотреть. Тут много чего-то делать. Садить цветы, саженцы, все это полностью делать надо. В летний-то период здесь всегда же были клумбы, сейчас я не знаю, может быть, какие-то вазоны поставят с готовыми цветами. Летом, весной, да, я думаю, красиво будет очень. Реконструкция сквера началась еще в 2019 году. Тогда было расширено дорожное полотно, организованы новые парковочные места и закрыт для транспорта участок улицы Февральской, разделявший сквер на две части. Шадринцы надеются, что обновленный местный Арбат надолго сохранит красивый вид и станет центром притяжения жителей и гостей города. Чтобы шадринцы, особенно молодые, берегли вот это все, и чтобы у нас и была чистота, и был порядок, и чтобы никто не ломал ни скамейки, ни мусорили. В общем, берегли это все, что люди-то делают для нас, чтобы все берегли. Благоустройство Скайропобеды стало возможным благодаря государственно-частному партнерству администрации города и открытого акционерного общества УГМК.